Реа-Новости. Подкасты. Страхи. Страхи. Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи. Здравствуйте, это подкаст Страхи. Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Сегодня у нас очень вневозрастной страх, который формируется часто в детстве, а потом отравляет нам всю жизнь во взрослом возрасте, даже если мы не отдаём себе в этом отчёта. И этот страх – страх неодобрения. Мы разбираем его с моими гостями. Психологом и тренером Александром Шаховым. Здравствуйте. Врачом-психиатром, специалистом в области психиатрии, психотерапии и суицидологии Владимиром Файнзилбергом. День добрый. И актрисой Марии Муравьёвой, которая является типичным носителем этого страха, как она к нам призналась и пришла к нам сегодня об этом разговаривать. И до такой степени, видимо, она была уставшая от этого страха, что закончила ещё один вуз и стала психологом, вашим коллегой. Наверное, так часто бывает, да? Когда какой-то страх или какая-то недовторённость толкает человека к тому, чтобы надо разобраться с этим профессионально, и люди идут, становятся психологами, психиатрами, да? Ну, по так неофициальной статистике, где-то процентов 70 психологов приходят в психологию именно для того, чтобы решить собственные проблемы. Свои проблемы. А также мы задали вопрос об этом страхе пользователям сервиса The Question. Получили много интересных историй и вопросов, часть из которых обязательно разберём сегодня. Хорошо. Когда-то в начале своей профессиональной деятельности, потому что сейчас я больше преподаю, чем лечу, я начинал свои лекции, особенно у новых групп психологов, с того, что я им говорил, что вы пришли сюда не психологию изучать, а выяснить и побороться со своими собственными страхами. Практически вся аудитория поднимала глаза к потолку и делала вид, что размышляет. Ну, став постарше, я перестал так делать, потому что зачем смущать? На самом деле ведь эта же проблема была, есть и будет, она существует, потому что разные люди по-разному реагируют на, собственно говоря, ошибки тех, кто нас воспитывает. А именно их ошибки приводят к формированию страхов, которые потом в более взрослой жизни проявляются в виде, в лучшем случае, неврозов, а в худшем случае и более выраженных патологических состояний. Так, ну вот уже меня запугали. Маш, ну давайте, рассказывайте, когда появился страх, почему он появился? Какие, аж чьи ошибки привели к формированию у вас этого страха неодобрения? Очень понятного, между прочим, мне. Здравствуйте. Наверное, основная проблема страхов заключается в том, что рационально головой понимаешь, да, это глупо бояться, но всё равно как бы продолжаешь бояться, как бы себя не уговариваю, ну как бы какая-то рационализация происходит, но страх он не проходит. И, наверное, это истерия, и головой-то я всё понимаю, но всё равно боюсь. Наверное, страх неодобрения встречается у многих людей, но исходя из лично моей биографии, наверное, это всё-таки имеет вместо факта именно личной какой-то истории. Дело в том, что у меня сложная семейная история, то есть мой отец отдал вообще специализированную школу, у меня не было друзей из-за этого, из-за того, что школа была специализированная. Он отдал меня туда руководствуясь очень странными, скажем так, интересами, вроде того, что я буду там жить, мне будут давать одежду, я выйду замуж за студента Бауманского университета. Ну, в общем, из-за того, что у меня не было друзей в такой школе, я очень сильно от всех отличалась. То есть он прям буквально стоял и умолял комиссию меня туда взять, потому что, ну, там, по показаниям я как бы не очень проходила. Школа специализировалась-то в чём? Ну, школа специализировалась на глухих и слабослышащих. Да. И так, а почему у вас там не было друзей? Там, наверное, было такое же окружение? Нет, у меня слух, он снижен, но он снижен не настолько фатально, как у тех людей. То есть там наблюдается нарушение интеллекта, нарушение речи, такое понятийное мышление, абстрактное мышление. То есть они делают ошибки грамматические, например, они... Ну, это так, проявление нарушения формирования. То есть, например, они рот неправильно склоняют, например, вместо «он», «она» или слова какие-то, склонения неудачные. Это всё последствия, нарушение мышления, и из-за того, что когда человек плохо слышит, у него потом... ему сложно контактировать с внешним миром. Конечно. У вас очень хорошая речь, и вы очень... Говорите, и у вас речь такая плавная, вы не подбираете слова, прекрасно выражаете свои мысли. Спасибо. Сложность по построению предложений. Замечательно. Я думаю, что, Наталья, она хорошо бы была в качестве ведущего радио, как вы думаете? Я думаю, что Мария вообще классный собеседник, и несмотря на то, что мы, конечно, можем слышать, да, что вот есть некоторые особенности из-за того, что слух несовершенный, да. Я согласна совершенно с тем, что речь настолько интересная, разнообразная, прекрасно звучащая и плавная, что наслаждение вас слушать. Но возвращаемся к нашему страху неодобрения, потому что мы-то сейчас вас, конечно, очень сильно одобряем. Вообще-то мужество прийти и сказать, у меня есть такой страх, да. У меня такой страх, и он у меня был рожден моими родителями, да, там, моим отцом была такая ситуация. И то, что вы его уже проговариваете, мне кажется, это колоссальная работа, да. Это уже половина вашей работы, уважаемые доктора, сделана, да, человеком самостоятельно. Но давайте все-таки мы вернемся... Вот у нас носитель страха, да. Может быть, мне было бы интересно узнать, а в чем у нас конкретно сейчас проявляется вот этот страх того, что ваши поступки не будут одобрены? Кем? Какие поступки? Расскажите. Ну, вот я недаром начала с этой истории про школу, про моего отца, потому что этот страх пройдет мой отец, который он всегда от меня много требовал. И сейчас у меня к ним плохие отношения. То есть он всегда много требовал, чтобы я там была как Сталин, Гитлер, боец, чтобы я его слушала во всем. И я заметила, что его установки, которые он мне вдалбливал, что я должна быть успешной, зарабатывать много денег, обязательно его слушать, они у меня проявляются до сих пор. То есть сначала у меня была такая потребность пойти против него, то есть протестовать. Учитывая, что он как бы обрезал общение сразу, он говорил, ты мне не дочь. И как бы там протесты только возрастали. То есть у меня были попытки доказать что-то моему отцу. И я понимаю, что сейчас я тоже до сих пор от этого не освободилась. У меня бывает чувство вины, потому что я не так много зарабатываю. Я, допустим, живу не так, как хотел бы мой отец. И я понимаю, что я себя меряю теми критериями, которые навязывал мне мой отец. А мне бы хотелось достичь такого состояния, когда мне все равно, что говорят другие люди, я просто занимаюсь своим делом. Как бы есть декларация того, что я хочу сделать. Это декларировать и ждать реакции людей. А есть реакция просто пойти и сделать. И это разные вещи. Так, ну что вы скажете? Я хочу сказать о том, что немножко, знаете, копнуть чуть поглубже. Дело в том, что проблема неодобрения идет не только из детства. На самом деле она генетически заложена в нас. Хомо сапиенс — биологический вид социальный. Мы родились и выжили благодаря тому, что мы в социуме, в отличие от многих других биологических видов. Например, в отличие от других сапиенсов, то есть видов человека, неандертальцев, пятикантропов. И жить в социуме — значит выживать. Мы жили вместе. И в те времена, вдалеке, когда формировался наш мозг, когда формировалось наше подсознание, выгнать из стая означало умереть. И мы буквально боимся смерти. Когда мы боимся неодобрения, это говорят на старые гены. Те, кто не боялся одобрения и кого выгоняли, они просто не выжили. Мы потомки тех особей, которые боялись неодобрения. И в большей мере это проявлено среди женщин. Потому что, в отличие от охотников-мужчин, которые уходили на охоту, женщины находились внутри племени. И самостоятельно они выжить не могли никак. Поэтому женщины строили очень тесные эмоциональные отношения. Поэтому у женщин есть очень такая большая способность к распознанию эмоций, к построению близких эмоциональных связей. Они очень боятся отвержения. Не дай бог, мама подумает плохо или родственники. Женщины боятся конфликтов. Мы хотим... Женщины хотят постоянно миром всё решить. Они хотят эмоциональные связи сохранить. Ко мне часто приходят жертвы манипуляторов, абьюзеров, насилия, измены. И каждый раз я слышу одно и то же. От женщин, которые рассказывают страшные истории в отношении насилия, в отношении себя. Они говорят, ну как бы мне так расстаться, но чтобы не обидеть его или сохранить отношения. То есть даже акты осилия, потому что диктуют... Ну, во-первых, есть определённо психологическое в детстве. Это тоже формируется, верно. Но прежде всего, с генетической точки зрения, мы боимся отвержения. Для маленького ребёнка, который не знает ещё мира, такая фраза, как «я тебя в детдом сдам», он не знает, что там в детдоме, он не знает, как выжить для него. Это означает смерть. Его гены диктуют так, его подсознание диктуют так. И поэтому каждый раз, когда мама смотрит с неодобрением на ребёнка или отвергает его, не обнимает его, говорит ему какие-то фразы, отталкивает его, это для него означает, его подсознание говорит ему, ты можешь умереть. И мы буквально боимся неодобрения. Это очень равно страху смерти. Бессознательно, конечно. Владимир, вы согласны, что вот так нужно интерпретировать? Я не только согласен, я бы развил бы эту тему, да ещё и посмотрел бы на неё с другой стороны, потому что сейчас говорил Александр, психолог, а я всё-таки врач и психиатр. Всё дело в том, что давайте начнём с того, что страх – это, несомненно, генетически заложенный такой, такая особенность нашей психики и нашей психологии, но страх, он несёт в себе, совершенно верно, с Александром я согласен, защитную функцию. И обратите внимание, вот мне почему-то пришло в голову, вот Галич, смотрите, Галича выгнали из нашего, нашего нашей страны, да, и, казалось бы, это произошло тогда, когда, ну, наверное, 40-50% населения нашей страны мечтало о жизни на Западе. Быть изнутым. Да, быть выкинутым. Но именно не быть выкинутым, а уехать по собственной воле. Это две, как говорят в Одессе, большие разницы. И он испытывал ностальгию, тяжелейшую ностальгию. Вы знаете, мне посчастливилось быть и жить рядом с домом, где жил Довлатов в Нью-Йорке. И ходить в тот магазин, в который ходил он, и покупать кофе в той булочной, в которой он покупал. И я все время думал, дело в том, что у меня неоднозначное было отношение к Довлатову как к писателю. И я все время думал, ну, как же так? Такой молодой, физически здоровый мужчина. И вдруг так рано умер. И вы знаете, вот прогуливаясь по этим улицам, заходя в его подъезд, бывая в той булочной, где он пил кофе, и покупал сигареты, и я понял, он умер от ностальгии. Понимаете, он был лишен общества. Это связано с неодобрением и одобрением. Конечно. Ведь его же тоже отвергли. Понимаете? А вот отвержение... Это и есть неодобрение. Это и есть неодобрение. Вспомните, вот эти в Древнем Риме, например, выкидывали из-за стены Рима, например, во многих христианских общинах так делали. Это буквально считалось самым страшным наказанием. И легче было в некоторых христианских сектах, например, легче было покончить жизнь самоубийством, чем быть изгнанным. Переживать это ощущение отверженности. А можно побороть эту свою инаковость? И нужно ли бороться со своей инаковостью для того, чтобы быть, в конце концов, одобренным? Даже если ты проводишь какую-то довольно серьезную реконструкцию своей личности. Ну, тут вот это, обращаясь к Маше, я должен сказать, что, знаете, человеческое общество такое, чем больше будет известности, чем больше будет популярности, чем больше будет медийным лицо, тем больше будет критики со стороны окружающих. А у человека, у которого, который жаждет одобрения, я могу еще сказать, что те факты, которые вы перечислили, Александр, ведь это же закладывается в характере. А характер этот актуален, ну, можно назвать так, это истероидные черты нашего характера. Когда мы должны быть лучше всех, когда мы должны привлечь внимание, когда мы должны быть центром мироздания. Да? Причем у мужчин этот ген, эта черта выражена слабее, у женщин больше. И я должен сказать, что если женщину лишить истероидных черт характера, она просто превратится в мужчину по поведению. Она будет неинтересна мужчинам. Мало того, ни одна актриса, ни один актер, ни один человек искусства не может быть лишен вот этой черты характера, потому что он тогда перестанет быть творцом. Вот Маша очень хорошо сказала, что в той школе, в которой она была, я, кстати, несколько даже растерян поведение и не одобряю поведение родителя, там были дети, которые лишены абстрактного мышления. А без абстрактного мышления нельзя написать даже две строчки стихотворения. Нельзя даже нарисовать кошечку. Даже такие вещи, как ценность, например, терпение, справедливость. Это все абстрактные понятия. Конечно, конечно. И в этом-то все и дело. Это вообще критерии, по которым мы, психиатры, оцениваем, ну, скажем, людей, которые попадают в поле нашего зрения. Почему, как вы думаете, папа Маша решил все-таки отдать ее в школу специализированную? Я хочу сказать Марии о том, что здесь важно различать вам. Есть папа, есть родитель. Когда мы растем, нам рассказывают о мире через сказки. Как должно быть в мире. И сказки — это такие идеалистичные представления. Например, в сказках всегда есть хорошая мама или хороший папа, который любит свою дочку. И мы вырастаем с представлением о том, что мама должна всегда любить. И она должна вот заботиться, быть нежной. Но в жизни часто не так. Часто так, что есть родитель — это человек, который родил. А мама — это человек, с которым эмоционально близкие отношения бывают совершенно с другим человеком. У нас возникает такое неправильное представление. Мы думаем, что наши родители — это обязательно те люди, с которыми у нас близкие эмоциональные отношения. И часто это не так. А если не так, то мы воспринимаем себя как неудачниками. Мы страдаем. Да, мы страдаем, потому что... В чём проблема? Есть противоречия между концепциями. То есть мы говорим это иногда когнитивный диссонанс. То есть есть представление, что мама должна любить или папа должен любить, но он так ведёт себя, что это не похоже на любовь. Возникает когнитивный диссонанс. Поэтому, может быть, я согласен с коллегой полностью. Вопрос в продолжении, что для того, чтобы решить именно ваш вопрос, вам нужно искать близких эмоциональных контактов с человеком, контакт с человеком, который бы мог выполнять роль отца. Именно не родителя, а отца заботиться о вас одобрять. Ну, наверное, меня сейчас накрывает тем, что я не такая, как все. Я странная, поэтому меня отвергают. Меня также засыпило мнение нашего психиатра. То есть это правда. То есть это попытка доказать, я не странная, я хорошая. То есть делать что-то, чтобы меня любили. Да. И вот эти стероидные черты личности мне прямо очень понравилось, что женщине и человеку искусство они свойственны. Вот эти попытки доказать, я хорошая, как бы любите меня. Ну, наверное, вот сейчас вот я чувствую боль, что я не такая, как все, я странная. Поэтому как бы, ну, очень много было случаев в моей жизни, когда, ну, меня как-то обсуждали за моей спиной, что, типа, вот она странная, она там много вопросов задаёт, и там всё интересно. И это как бы некое выпадение из общества, что ли. Вот оно достаточно... То есть я белая ворона, и это как бы, с одной стороны, это ресурс. Это прикольно, потому что какая-то другая картина мира позволяет достичь иных результатов. Я как раз хотела сказать, что мне кажется, что вам очень нравится ваша роль белой вороны. Да? И вы уже... И может быть, это же здорово, что Маша научилась из того, что её тяготило, от чего она страдала, вытаскивать какое-то удовольствие. Да? Ну, в этом есть ресурс быть белой вороной, да. Безусловно. Только единственное, что я бы хотел чуть-чуть подправить, картину. Странное не есть равноценно хорошее, а хорошее не есть равноценно странное. Можно быть хорошим... Понимаете, что значит хорошее? Это... Все тебя одобряют. Да, когда тебя одобряют. А странного человека, в общем-то, он тем и странен, что его не все одобряют. Но его замечают. Его замечают. Он как раз, так сказать, наиболее заметен в толпе. И это, вы знаете, это тоже позитив, который позволяет, правильно говорит Маша, ресурс есть, позволяет развиваться, позволяет ставить перед собой цели, позволяет их достигать эти цели. То есть самое страшное, на самом деле, это серость и усредненность. Вот поэтому только не надо так как-то относиться к себе. Я странная. Да не странная, а, наверное, с особенностями. Я вам предложу вам, здесь очень важно правильно формулировки. Вы уникальная. Да? Из нас каждый уникальный. Ваша история, это история про гадкого утенка. То есть он не был принят, он был странным, и потому что вокруг его окружали утки, но в окружении лебедей он был своим. Вы просто росли на птичьем дворе. Вам нужно летать со своими. То есть вы историю про Ричарда Баха, чайка по имени Джонатан Ливингстон, помните, да? То есть это про это. Когда вы выбиваетесь из общей толпы, вам вы всегда будете ощущать себя немножко не в своей тарелке, среди людей, которые не понимают, уровнем не подходит. Но люди, которые ценят уникальность, пытаясь доказать птичьему двору, скотному двору, что вы такая же, как они, это будет дистонировать и с ними, и с вами. Поэтому не ищите признания, как говорил, да, в известной мудрой книге. Не мечите бисер, двигайтесь к тем, кто вас принимает. Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Вот знаете, мы, когда готовили этот подкаст, то вопрос о страхе и неодобрении задали пользователям очень популярного сервиса The Questions. И он вызвал очень много обсуждений. Я просто сейчас хочу прочитать одно мнение и задать в этой связи вопрос пользователя сайта The Questions. Прежде чем что-то сказать другу, я думаю, не вызовет ли это спор. Мне важнее, чтобы моим друзьям было комфортно, нежели выражать свою истинную позицию. То есть пусть меня одобрят, даже если я солгу или умолчу. То есть я не пойду. Маша идет на абордаж. Маша говорит, да, я такая. Вот я, не одобряете, окей. Я просто другая. Я странная, я классная. Здесь у человека совсем другая позиция. Не одобряете, ну, я тогда отсижусь. Александр, Владимир, что вы думаете? Ну, есть, понимаете, вы мне напомнили, у меня есть один из моих друзей, наш профессор, который, не буду называть его фамилией, он достаточно известен, он, у него, в основе его выступления всегда лежит апатаж. То есть заявить о чем-то, что вызовет недоумение, заявить о чем-то, что вызовет споры, заявить о чем-то, что совершенно не совпадает с общепринятым, даже научным мнением. И он считает это правильным. И следя за моими выступлениями на радио и на телевидении, он всегда говорит, ты сказал банальность, ты сказал банальность, нужно было вот так сказать. Тут я с ним немножко не согласен, потому что иногда апатаж вызывает нездоровую реакцию у многих людей. И если с точки зрения привлечения интереса к нему, допустим, в радио и телевидение, это да, его зовут на всякие передачи. Но коллеги, наши коллеги, воспринимают его заявление со скепсисом. И это как раз недобрение профессионального коллектива. Но он тоже использует это как ресурс, получается, да? Он использует это как ресурс, потому что он его приглашают чаще, чем меня. И он считает, что в этом основная причина в том, что он говорит не банальности, а иногда даже и такие вещи, которые вызывают некоторые недоумения, вот так скажем, более мягко. Я думаю, что продолжу, вероятно, это его неосознанный, может быть, осознанный, я бы предположил, что в некоторых случаях неосознанный способ понравиться, только он понравится, хочет понравиться определенной категории, для него ценнее, например, реакция средств массовой информации, чем коллег, скорее всего. Да, безусловно. Поэтому его способ заработать одобрение как раз в той сфере, которая ему цена. Тут даже есть пренебрежение коллегам. Вот что очень важно. Ну, это вид такой манипуляции, мне кажется. Ну, безусловно, безусловно. Брасовое мнение. А что же, как вы все-таки расцените позицию нашего пользователя, который предпочитает все-таки отмолчаться, и быть таким очень, наверное, удобным, что ли? Ну, это вот опять про выбор стратегии. То есть, в данном случае Владимир привел пример, как можно понравиться определенной категории. Здесь пользователя приучили в детстве нравиться родителям, когда он соглашался. В транзактном анализе есть такое понятие драйвер или девиз такой сценарий поведения, некий условный рефлекс, некий сценарий поведения свой. И один из них называется радуй других. То есть, выражалось любое родителям неодобрение, когда ребенок грустил или вел себя неправильно, это наказывалось. В этом есть такое, может быть, несколько оскорбительное или, может быть, даже унизительное понятие, но это такой условный рефлекс, как собака Павлова приучает, нас тоже приучает к определенному виду поведения. Это результат низкой самооценки. Какие риски, если ты выбираешь такую стратегию? Риски заключаются в том, что человек с низкой самооценкой довольно быстро попадет в лапы манипуляторов, им очень просто пользоваться. Во-вторых, он будет чувствовать постоянную нереализацию, он не сможет реализовывать свое мнение, он не сможет реализовывать себя. Он будет чувствовать себя таким забитым, приниженным, неудовлетворенным. Это ведет, это копит напряжение и требует какого-то выхода. Либо это деструктивное поведение, либо это невроз, либо это алкоголизм, либо это суицидальное... То есть можно просто спиться от того, что все время со всеми согласен? Ну, я вот не совсем согласен в данном случае с коллегой. Я вам скажу, что вот был у нас такой доктор-коллега, который со скорой помощи психиатрической, и он, проработав года полтора-два в отделении, он так и ни с кем не сошелся вообще никак. И вот он как-то подходит ко мне и говорит, мнется так, руки, трет, ну, значит, такая жестикуляция, человек сомневающемуся в себе, и говорит, вот скажите мне, Владимир Павлович, а я бы мог стать психотерапевтом? Вот я потратил уже 60 тысяч на книжки по психотерапии, я заплатил 50 тысяч за курс специализации для получения сертификата по психотерапии. Ну и что я вам должен ответить? Он самый настоящий кулинарный техникум, он никогда не станет психотерапевтом, потому что он не умеет наладить эмпатический контакт. Я уклонился от ответа, я уклонился от ответа, и даже где-то покривил душой, сказал, что да-да, конечно, но на самом деле ничего не случилось, он не стал психотерапевтом. Почему я привел такой пример? То, что вы говорите, может быть, допустим, если человек использует вот это умение соглашаться, умение, может быть, гладить по-шерстке, а не против шерсти, психотерапии, то есть пациент от него выходит довольный, это позитивно, это хорошо. Вы же обманываете. Нет, это не обман, это не обман, понимаете, ведь психотерапия бывает разная, бывает психотерапия императивная, когда говорят, что нужно делать только так и никак иначе, это неправильный подход. Психотерапевт не может быть императивным, а можно гладить, то есть можно говорить то, что пациент хочет услышать, это будет психотерапия, которая удовлетворит пациента, но вряд ли решит его долгосрочные проблемы, потому что нет разбора ситуации, понимаете, значит, поэтому вот это соглашательство, вот это может быть некоторая такая замкнутая, что ли, содержание своего мнения где-то там в глубине и не высказывание его, в зависимости от того, где оно используется и когда, вот, то есть должна быть гибкость, когда-то нужно и высказать свою точку зрения и пойти против, а когда-то и согласиться, все зависит от конкретной ситуации. «Страхи». Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Ну, а как быть как бы в другой стране? К вам приходит ваш ребенок, ваш друг, ваша жена, ваш сотрудник, ваша коллега с какой-то, ну, с какой-то там, скажем, своей личной проблемой, и вы понимаете, что он неправ. Не знаю, там она говорит, я толстая очень, но мне, я не могу не есть на ночь, да, мне сейчас это важно. Или она говорит, что я вот встречаюсь с этим молодым человеком, которого вы не одобряете. Вот вы должны, и она не хочет от вас слышать, что она неправа сейчас, ей так сейчас плохо, да, или ему. Вот вы должны все-таки что? Вы должны поддакнуть и сказать то, что она хочет услышать, и таким образом все-таки слукавить. Или вы должны сказать, что слушай, глаза открой уже, да, перестань жрать, ты в какой размер уже не влезаешь. Или там перестанет с ним встречаться, он негодяй, но тогда вы тоже ее убьете, наверное, этим разрушить. Я предложу третий подход. Давайте. Я согласен, это ценное мнение, безусловно, но я бы увидел, вместе с тем, я бы увидел третий подход. В любом случае, в вашем случае, человек хочет, ну, есть такой девиз, да, или принцип действия. Если ты хочешь, чтобы человек тебя понял, а в данном случае вы хотите цель, чтобы человек вас услышал, чтобы ваша подруга услышала вас, что это плохо, для нее столько есть, или такие отношения для нее деструктивные, разрушительные. Принцип один. Если вы хотите, чтобы вас услышал другой человек, в первую очередь услышьте его. и на начальном этапе вы говорите, я понимаю тебя. То есть вы слушаете проблемы. Почему тебе он нравится? Почему он тебе нравится? Вы сочувствуете, вы проникаете в симпатии, вы принимаете эмоции. То есть вы становитесь человеком другом для другого человека, потому что друг — это тот, кто не осуждает, тот, кто принимает эмоции. И когда установилась эта доверительная связь, когда вы, когда человек начал вам доверять, вы можете очень аккуратно, в аккуратных выражениях, сказать ему, не что ему делать, а как вы видите эту ситуацию. И это может задача же другого человека, ваша задача, чтобы он увидел альтернативную точку зрения. Ведь он просто не видит ее. Для него только так, только этот молодой человек, которого я люблю. И он не может быть плохим. Задача ваша, как и психотерапевта, заключается в том, чтобы показать ему другую точку зрения, вывести его из рамок. И это возможно только тогда, когда установлены доверительные отношения, эмпатия, и в том числе на первом этапе это, так скажем, поглаживание, поглаживание клиента или поглаживание другого человека, то, что Эрик Берн называл поглаживанием, то есть соглашение с ним, понимание его, искреннее понимание, то есть искренняя способность видеть проблемы другого человека. Кстати, знаю, в чем может быть еще пунктик. Очень часто, когда к нам приходят наши близкие люди с поступками или решениями, которые нам не нравятся, мне кажется, мы говорим, мы осуждаем этот поступок, потому что мы хотим говорить, послушай, я знаю лучше, чем ты. То есть мы как бы надмиваемся над этим человеком, а не проникаемся в это какие-то эмоции. Это неправильно, конечно, но мне кажется, что это очень частый случай. И может быть, как раз Машин папа-то, он не с ее позиции, не сопереживая ее эмоциям, ее чувствам, а потому что ему казалось, что он с высоты своего опыта. Я хочу сейчас рассказать одну историю. Да, он стихтует сверху. Как лучше. Я хочу рассказать историю, которую очень... Мы пока... Мы можем понять, почему папа так вел себя. Я ехал как-то в Киев на тренинг, и осталось нам буквально скоро выходить, и мы обычно там выходим в тамбур. И передо мной из купе вышла молодая пара с маленькой девочкой, четырехлетней. И я застаю такую сцену. Мама говорит, так нависает над маленькой девочкой, и говорит, что ты опять подобрал эту гадость? Ну-ка брось ее, папа. Что там она опять? Она опять винную пробку подобрала. Уже третий раз ей говорил, выкидывай ее. Маленькая девочка стоит, насупившись, голову опустив, зажав что-то в маленьком кулачке, чуть ли не плача. Папа начинает смеяться. О, ты что, по помойкам решила собирать? Ты там пинячушка такая будешь. Они начинают вместе смеяться. Папа и мама. Папа и мама. Папа спрашивает, а что, а зачем она эту вообще пробку берет? Она говорит, да она бабушке ее везет. Ха-ха-ха. А что на самом деле происходит с точки зрения девочки? Она уже несколько раз эту пробку подобрала. Для нее, в ее детском мире, это чудо. И она везет это чудо любимому человеку, бабушке. Она везет не пробку, она везет любовь. Что делают родители? Они обесценивают это. Почему они не обесценивают это? Они не в ее мире. Они в своем мире. В их мире это винная пробка. В их мире это мусор. Папа был в своем мире. Он просто не спустился до мира. Он не смог понять мир Марии. И поэтому он, как мужчина, он насаждал принципы своего мира. Нужно быть твердой, нужно быть сильной, нужно быть успешной, нужно выйти замуж, быть вот такой. С его стороны это любовь. В его мире это любовь. Но в вашем мире это железо. Если мы хотим строить отношения с другим человеком, мы должны входить в его мир и понять, что любовь в его мире. И поэтому правильные родители бы, хорошие родители, поняли бы, что это пробка, это любовь, а не просто пробка. Ну, единственное, что я хотел бы подчеркнуть, вы сказали, хорошие родители, они могли быть хорошие, они просто неграмотные. Да, согласен с вами. Понимаете? И причем эта неграмотность, она повальная. Я просто вспомнил эпизод, который был энное количество лет назад, когда, ну, скажем, моя дочь в возрасте там 16-17 лет, значит, первая любовь с неким гастарбайтером, и она на Новый год собирается поехать к нему в Чебоксары. А вы бегаете по потолку, соответственно? Я никуда не бегаю. Бегает жена. И говорит, никуда не поедешь, только через мой труп. Только через мой труп. Я говорю, что зря ты это говоришь, она перешагнет через твой труп. Вывел ее в кухню и сказал, дал ей пять тысяч, и говорю, спрячь эти деньги. Не в кошелек. Потому что, во-первых, ты едешь и знакомиться с его женой и ребенком. Она говорит, откуда ты знаешь? Живешь до моего возраста, и ты будешь знать. В общем, 2 января я ее утром рано встречал на поезде. После этого, конечно, понимаете, что мой авторитет значительно вырос. И доверие к вам. И доверие. И поэтому она стала слушать меня, а до этого еще более, примерно в таком же духе, но просто больше лет назад, когда моему сыну было 18 лет, и он был перед армией, значит, у него тоже случилась любовь, и он решил, что он должен уйти к ней и жить. И я его несколько разочаровал, потому что сказал, что она не работает, у нее есть ребенок, который живет с родителями, с ее. И как только он уйдет к ней жить, возникнет проблема материальная, потому что она скажет, ага, ты живешь, ты должен платить за все. И через 3 дня он ко мне пришел, он, конечно, не послушался, через 3 дня он пришел и сказал, откуда ты все знаешь, что я ее видел один раз? Ну, я ему объяснил, откуда я знаю, я ее видел один раз, но я видел детские игрушки, в пыли, в углу, значит, есть ребенок, который здесь не бывает, а где он может быть, конечно, у родителей, ну, и так далее, да? То есть я ему доказал, что мое предвидение ситуации верное, и он убедился в моем авторитете в этом плане. В дальнейшем уже было, конечно, совсем по-другому. Но жажда одобрения... Ну, то есть вы же не одобрили, вы же не слукавили, вы же ему сказали, я не одобряю, но не запретили это делать. Ну, на этом же история не кончилась. Потом была армия, потом появились другие девушки и так далее. И я чаще всего говорил, что я не одобряю. Например, Владимир разрешал действовать. Он не запрещал. Я не запрещал, я просто говорил, что я тебя не этому учил. Вот. То есть не одобрял. И когда он убеждался в том, что я прав, он, так сказать, делал определенные выводы. Сегодня, когда у него, у него есть жена и четверо детей, он понимает, что я абсолютно прав. Он такой же мудрый папа, как вы, или еще не дотягивает? Ну, мне трудно сказать, потому что он живет в другой стране насчет мудрости. Но, во всяком случае, он очень заботливый папа, что меня приятно поражает. И что было, скорее всего, заложено правильной моделью вот этого мягкого неодобрения? Ну, с одной стороны, да. С любовью и с пониманием. С одной стороны, я ему всегда давал определенную долю самостоятельности. Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Ну, вот, смотрите, вашим детям, безусловно, повезло с формой неодобрения, которую они получили от своих родителей. Не всем так везет. Нам нужно сейчас, уже подбираясь, так сказать, к концу нашего подкаста, рассмотреть техники какие-то, да, преодоления вот этого неодобрения. Да. Вот еще один, сейчас, может, на секундочку, еще один вопрос с сайта The Question. Такая техника. Я с авторитетами никогда не спорю, говорит пользователь. Например, с родителями. Я всегда говорю, да, 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 а потом делаю по-своему, если это касается лично меня. Про отстаивание своей позиции, политической или религиозной, я делаю так. Только изредка высказываю в интернете, но при этом использую специальное ПО, которое подменяет данные пользователя, делая его анонимным. Вот смотрите, какая история. С одной стороны, человек нашел такой правильный способ, да, вы меня не одобряете, я с вами соглашусь, а потом потихонечку сделаю по-своему. Ну, казалось бы, должно работать, да, нашел какую-то лазейку. С другой стороны, посмотрите, то есть когда ему нужно высказать свою позицию, он пользуется разными приемами, чтобы анонимизировать себя. Проблема-то не решена. Проблема не решена, получается. То есть не работает вот такой вот просто... Проблема-то не снаружи, проблема-то внутри. Проблема в чем? В страхе. Ну, наверное, проблема в том, что уверенность хотелось бы черпать из себя, а не из внешнего мира. То есть, наверное, мне бы хотелось добиться этого, чтобы быть уверенной в себе, потому что я уверена, а не потому что там кто-то сказал, что у меня получится. И как бы меньше зависеть от этих оценок и черпать уверенность из себя. Маш, ну вот вы Сёмок понимаете, как специалист, да? А получается это все-таки применить к себе? Или по-прежнему? Не всегда, потому что очень много каких-то неосознанных вещей, и это как-то фоном крутится, и логически туда не подобраться. Это надо как-то действительно на психотерапии, на консультации. Ну, потому что умом-то понимаю, а сделать ничего не могу. Ну, давайте мы попробуем с вами опытными в этой проблеме людьми. Так, как черпать уверенность из себя, а не из одобрения. Дадим советы и рекомендации людям, которые уже осознали, что у них есть этот страх неодобрения, да, они уже хотя бы бы сформулировали, поняли, что он мешает им жить. Давайте мы сейчас попробуем, ну, обобщенно хотя бы дать какие-то рекомендации, как этот страх либо победить, либо заставить его работать на тебя. Кто начнет? Александр. Да, позволите? Да, конечно. Я могу предложить какую-то конкретную технику. Прежде всего, нужно понять, осознать некоторые вещи, прежде чем применять технику. Первое. Вы, Мария, в самом начале сказали о том, что я бы хотела совсем избавиться от этого чувства страха, то есть не зависеть, быть равнодушной к этому. Номер один. Нет, я бы хотела черпать уверенность из себя и как бы не декларировать, что я хочу сделать, как бы ожидая реакции от других людей, а просто пойти и сделать, не спрашивая. Отлично. Первое, что нужно сделать, понять, что от страха избавиться не получится никогда. И наоборот, страх — наш друг. Что делает страх? Страх предупреждает нас об опасности. Если я сейчас попрошу вас встать на стул, то вы без проблем встанете. Но если я этот стул поставлю на 22 этаж, на край крыши и пододвину его, вы почувствуете страх. О чём говорит страх? Страх нас предупреждает. Здесь рядом есть разрушение. То есть страх — это всё время наш помощник, который нам голосом тихим говорит о том, где есть опасность. В том числе он предупреждает, что если мы будем слишком деструктивно себя вести в социуме, то социум нас отвергнет, и это будет не совсем хорошо для нашей психики. Нужно смириться с тем, что полного равнодушия к влиянию неодобрения от внешнего мира мы не достигнем никогда. Это, пожалуй, какое-то психическое отклонение. Уже ненормально. Это социопат, который игнорирует совершенно социальные нормы. Вторую вещь, которую нужно понять, что проблема, от которой люди хотят избавиться, — это страх. То есть мы боимся что-то сказать, потому что боимся неодобрения. Это страх. Мы боремся со страхом. И вещь, которую нужно понять, что эмоциями управлять нельзя, не напрямую. Это очень похоже, что есть лошадь и телега. Вы пытаетесь управлять телегой вместе с лошадью, ну как бы толкая саму телегу. Легче управлять лошадью, и будете управлять и лошадью, и телегой. Нельзя управлять эмоциями, можно управлять мыслями, которые вызывают эти эмоции. Вот давайте конкретно. Давайте. Я хочу предложить вам прямо сейчас провести какой-то эксперимент. Давайте. Вспомните, пожалуйста, вместе с радиослушателями, вспомните, пожалуйста, ситуацию, в которой вы чувствовали обиду. Кто-то вас обидел. Вспомните, где это было. Вспомните место расположения человека. Вспомните, пожалуйста, что он говорил. Вспомните, что вы чувствовали в тот момент. Что вы сейчас чувствуете? Мария. Обиду. Обиду. Агрессию. Ну, я не чувствую агрессию, но я чувствую, я вспомнила это чувство. Это чувство обида? Да, обида. Обида. Хорошо. Теперь я хочу попросить вас, представьте, что... Вспомните, пожалуйста, человека, от которого вы получаете поддержку. Такой человек, ваш друг, или человек в прошлом, может быть, или сейчас. Пожалуйста, представьте, что он сейчас прямо подходит к вам сзади, кладёт руки на плечи и говорит тёплые, поддерживающие слова. Что вы чувствуете? Успокоение. Отпускает, да. А что отпускает? А какое чувство? Как вы можете сказать? Чувство, ну, какого-то комфорта внутреннего. Комфорта, благодарность, возможно, да? Чувство, доверие, любовь. Правильно? Да, тепла такого. Тепла. Хорошо. Смотрите, прошло меньше минут, и я заставил вас разные чувства испытывать. Как я это сделал? Сманипулировали, вызвали в нас, во мне, в Марии, вызвали наши какие-то воспоминания, мы их прожили заново. Я не называю это манипуляцией, но я называю это, я заставил вас думать о чём-то. То есть я заставил вас о чём-то думать, и вы испытывали определённые эмоции. Это делает кино, это делает литература. Они представляют образы, и вы испытываете определённые эмоции. То есть как мы можем управлять эмоциями? Мы управляем мыслями прежде всего. Если вы будете думать о том, что папа вас не одобряет, о том, что вы некрасивая, или о том, что вы отличаетесь от другим, будут приходить эмоции страха, неуверенности. Но если вы будете думать о том, что вы уникальная, что вы выше, например, обладаете определёнными качествами, уникальными, несколько выше, чем другие, ну, несовершенно там, отрываясь от реальности, мыслями управлять легче. У нас проблема есть сейчас в современном мире. Мы очень расконцентрированы. Реклама, социальные сети заставляют нас менять быстро течение мысли. Поэтому ещё древние йоги убедились в том, чтобы управлять своим состоянием, своими эмоциями, нужно уметь концентрироваться. Поэтому есть определённые упражнения. Например, медитация. Нужно уметь расслабиться и думать определённую мысль. Так вы сможете переключать свои мысли с одной на другую. Если вы научитесь контролировать свои мысли, вы научитесь контролировать свои эмоции. Спасибо. Владимир, а можно я прям вам задам конкретный вопрос? Потому что теоретическая база понятна. Конкретный вопрос. Например, Маше нужно сказать своему папе, ну, например, что она уезжает жить в другой город. Она знает, что папа этого не одобрит категорически. Но она уже приняла решение. Она уже купила билеты. И она живёт вот в этом стрессе, в стрессе, потому что поезд завтра папа ещё не знает. Пожалуйста, помогите Маше сказать папе о том, что она завтра уезжает в другой город. Ну, вы ставите передо мной задачи воспитателя. Но вы же опытный отец. А не психиатра. Я просто, прежде чем скажу, во-первых, я должен потянуть время, чтобы подумать. А во-вторых, я хотел бы добавить к тому, что сказал Александр, и что пригодится Маше. Понимаете, ведь мы окружены всё время людьми. Вы правильно сказали, социумом. И люди эти проявляют к нам разные знаки внимания. Вот так скажем. И вот надо научиться, надо попытаться выделять эти знаки внимания. Вот вы ехали в метро, на вас кто-то посмотрел. Оцениваете это как позитив. Вы понравились кому-то, на вас обратили внимание. А вы были на репетиции. Там режиссёр, ведущий сделал вам какой-то комплимент. Положите его себе в копилку. И тогда ваша уверенность в себе, обратите внимание, я не сказал самоуверенность, я сказал уверенность в себе, она будет подыматься. И в конце концов возникнет момент, когда ваша кубышка внутренняя, она наполнится. Вы будете уже уверены в том, что вы делаете, и вы не будете нуждаться в одобрении папы, ещё кого-то, окружающих вас людей. вы будете знать, что вы делаете правильно. Это ваше понимание. Поэтому, возвращаясь к тому, что как папе сказать об этом? Прямо. Подойти и сказать. Мало того, объяснить, почему вы это делаете. И постараться его убедить. Вы же актриса. У вас есть дар убеждения. Вас этому учили. Вы ведь знаете, что когда режиссёр говорит, не верю, это плохо для актрисы. Это плохо для психотерапевта. Это плохо для психолога. Это вообще плохо для всех людей, когда ему не верят. А вот когда верят, тогда значит, что вы поступили абсолютно верно, правильно. то есть вы сделали этот шаг, который убедил окружающих в вашей правоте. Мне кажется, не всегда обязательно убеждать. Может быть, человек, он просто не хочет слышать, сказать и не ждать реакции, уйти, а потом он уже сам поймёт. Может быть, есть такие люди, которые никогда, никогда не признают свою неправоту. И это не должно соплять. Понимаете, Маша, вы сейчас сказали, сказали, как будто бы вы судья, как будто бы вы... у вас спор с кем-то. А у вас нет никакого спора. Да. Внутренний спор, это безусловно. Но, понимаете, от этого надо отойти. Это нужно оставить в прошлом. Сегодня, скажем так, папа не самый главный человек уже в вашей жизни. У вас есть другие главенствующие лица. Тот же самый режиссёр. Ведь ему же вы подчиняетесь, когда выстраиваете какую-то картину, когда репетируете. И вот это становится очень важным, потому что у вас появляются другие критерии по отношению к тем людям, которые становятся для вас эталоном. Вот у меня, например, я всегда говорю, что так случилось, что в моей жизни кумиров не было. Ну, не было кумиров. Но ведь это только я декларирую. На самом деле, два профессора, три профессора, которые сыграли роль в становлении меня как профессионала, они, несомненно, я интуитивно хотел быть похожим на них. И получать их одобрение. Я имитировал. Ну, одобрение, несомненно, потому что они же профессионально были значительно выше меня. И когда я получил от них подтверждение, это значит, что я достигал какого-то высокого профессионального уровня. Маша, вам полезен был этот разговор? Да, я действительно прочувствую, что папа это сейчас не главная фигура в моей жизни. Наверное, как-то моё окружение, то есть мой будущий муж, они как-то сейчас оказывают на меня больше влияния, чем мой папа. Вот я как раз на это и хотел намекнуть. Позвольте немножко добавить к тому, что сказал Владимир. Я полностью согласен с этим. Помните про пробку? Да. Почему папа запрещает вам в этой гипотетической ситуации уехать? Увидеть другое? Да. Почему он это делает? То есть в чём его мотив? Подумайте. Ну, то есть я как бы... Ну, мне сложно признать, что это его забота обо мне, потому что... Вам сложно признать заботу, потому что в вашем мире это пробка, мусор. А в его мире это любовь. Если вы признаете... Ну, я предположим, это гипотетическая ситуация. Если вы скажете, папа, мне очень ценно, что ты заботишься обо мне. Он очень агрессивный. Мы у нас гипотетическая ситуация. Я понимаю, что применительно к вашей ситуации нужны какие-то другие. Но если гипотетическую ситуацию, я бы решил так. Папа, мне очень ценно, что ты заботишься обо мне. Мне очень ценно, что ты... Когда ты мне запрещаешь ехать куда-то, я вижу, что ты боишься за меня. Я вижу, что ты заботишься обо мне. Я хочу сказать, что это очень ценно для меня. А дальше вы говорите уже о своих... Вместе с тем, мне бы хотелось быть самостоятельным, мне бы хотелось повидать мир. Когда вы дали это другому человеку любовь, то есть поняли, что вы его понимаете в его мире, тогда ему легче принять вас. Я вижу, как у вас есть напряжение, я вижу, что у вас есть эмо-трамма. Вам сложно будет сейчас признать по отношению к своему бабе. Я просто пыталась делать что-то подобное, но в итоге он очень агрессивно реагировал на такие вещи и пытался сказать, что ты дядя, должен имениться. Он однозначно хороший. Да, он манипулятор, очевидно, что он манипулятор с такими сложными. Я хорошая, ты однозначно плохая. Я говорю, да, папа, я понимаю, ты меня любишь. Он как бы начинает, наоборот, агрессивно нападать на меня в ответ на это. Он считает это за слабость. Не научили другому способу выражения любви, эмоций папа. Очевидно, он неравнодушен к Маше, да? Кто папа в профессии? Папа, кто по профессии? Врач. Папа врач. Какой? Друзья. Он работает на скорой помощи, а так он кардиолог. Да, напряжение, стрессовая ситуация, быстрое решение. Императив. Императив, да. Смотрите, мы с вами копнули, конечно, какую-то тему, где тянешь за ниточкой, вытаскиваешь какие-то клубки и клубки разных ситуаций. Но вот что я для себя вынесла из этого разговора? В первую очередь, что страх неодобрения, как и все страхи, это страх-предохранитель. Да? Иногда, действительно, если ты чего-то боишься, того, как отнесутся к твоему поступку, к твоему мнению, ну, может быть, это возможно взять паузу на несколько секунд и переформулировать или собраться с мыслями, да? То есть, как любой страх, наверное, в минимальных дозах он полезен. Второе, что я поняла, что часто страх, это неодобрение, это неравнодушие к вам. То есть, вы небезразличны этому человеку, ваши поступки небезразличны этому человеку. И это уже ценность. Мне кажется, что любое небезразличие, это всегда ценнее, да, чем безразличие какое-то. И третье, и самое важное, что я поняла, что нужно, конечно, учиться уважать свои решения и обосновывать их. Потому что мы взрослые люди, и мы получаем и право, и обязанность отвечать за свои решения, за свои умения, за свои поступки, и, значит, их высказывать. Ну, и, может быть, нам нужно уметь и наращивать какую-то шкуру, да? Вот особенно, когда мы говорим про интернет, про социальные сети, где немножко тормоза отпускаются, и ты неодобрение получаешь не просто в виде какого-то интеллигентно-джентльменски высказанного несогласия, а большими оплеухами. И вот как раз мне кажется, что социальные сети, они во многом этот страх неодобрения сейчас и стимулируют. Да? Скорее всего, люди ищут в социальных сетях одобрение, но это то место, где его сложно получить. Там все борются за одобрение, и никто никого не одобряет. Давайте общаться вживую, в нормальной жизни, и получать то реальное одобрение, которого мы заслужили. Итак, мы разбирали страх неодобрения с моими гостями, психологом и тренером Александром Шаховым, врачом-психиатром, специалистом в области психиатрии, психотерапии и суицидологии Владимиром Фанзельбергом, и носителем этого страха, прекрасной, очень красивой, много что пережившей и сформировавшей себя актрисой Марии Муравьевой. Также я хочу поблагодарить за помощью подготовки эпизода сервис The Question и пользователей, которые присылали нам свои мнения и вопросы. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкастов веб-сторе и Google Play, комментируйте, делитесь с друзьями, присылайте ваши истории, вопросы на почту подкаст собачка.rean.ru и хорошо, если это будет аудиофайл. Задавать ваши вопросы, обсуждать, комментировать эпизод вы можете также в нашем инстаграм-канале подкаста rea.новости или в группе ВКонтакте подкаста rea.новости. будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Вместе бояться не страшно. А что ты делаешь? Боюсь. А давай бояться вместе. Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкастс веб-стор и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok